Сегодня ночью в поселке Строитель в результате ДТП погиб человек. Это 27-я жертва аварии с начала этого месяца. За последние два года количество ДТП и смертей на дорогах растет с ужасающей скоростью. Почему водители не находят ничего страшного в том, чтобы сесть пьяными за руль? Почему пешеходы не думают о собственных жизнях, переходя дорогу в неположенном месте? Кто виноват и что делать? Найти ответы на эти вопросы пытались накануне представители органов областной и городской власти вместе с журналистами в ходе совместного брифинга. Продолжит Игорь Косогорцев. В 2012 году на дорогах области погибло почти 250 человек. В этом уже 27. Если продолжать в том же духе, страшный рекорд прошлого года может быть побит. 2012 год очень показателен. Увеличилось количество погибших и раненых. Выросло число ДТП. Увеличились в разы суммы штрафов. По сравнению с 2010 годом, когда нарушители правил заплатили в казну 36 миллионов рублей, в 2012-м эта сумма в 5 раз больше. В прошлом году впервые госавтоинспектором стали встречаться нетрезвые водители-дальнобойщики. Всего 18 случаев. Раньше такого вообще никогда не было, потому что это профессионалы, для которых это источник существования работы. То есть это какая-то профессиональная деградация уже идет? Уже просто беспредел какой-то, если по-русски сказать. И задерживаются в нетрезвом состоянии. Едет на фуре, гружен днем, дальнобойщик, транзитник через область. Пьяный. Всего же по статистике ежедневно в области в среднем задерживается 30 пьяных водителей. А сколько не задерживается? Для многих водителей становится нормой не соблюдать правила. На брифинге привели пример. На перекрестке Мичуринской-Никифоровской установили камеры, работающие в тестовом режиме. Они фиксируют нарушения при проезде на красный цвет светофора. Итог. За два дня на запрещающий свет проехали 158 водителей. Комментарии излишни. Местные власти считают, что правила нужно ужесточать. Для тех, кому не писаны правила поведения на дороге, ужесточать предельно. И начинать нужно с молодых водителей. Я думаю, сегодня меры, которые должны быть только ужесточены для всех категорий водителей. И первое, с чего надо начинать, конечно же, это должен быть длительный наезд при обучении. Часов. Наезд часов. Чтобы можно было не сразу, так сказать, с компьютера быстро сдал экзамен и все, он за руль уже водительское удостоверение получил, он может уже управлять. Сначала надо просто, чтобы разумом доходило, какая должна быть скорость, особенно в тех чертях города. Коснулись и страшной аварии 19 января на Карла Маркса, которая унесла жизни четырех студентов. Первый вице-губернатор Александр Сазонов развеял слухи, всколыхнувшие общественность Тамбова. Никакого давления на следствие со стороны власти нет и быть не может. Племянника вице-губернатора Николая Горденкова будут судить на общих основаниях. Никаких преференций, разумеется. Никаких послаблений в следственном процессе нет. Возникали разные мысли о том, что Николай Дмитриевич вдруг захочет прикрыть родственника. Коллеги, ну в конце концов, я не знаю, как в этой ситуации, в других ситуациях, наверное, можно это сделать. Ну, допустим, что в этой можно сделать. Только потом, как с этим жить? Как с этим жить любому нормальному человеку? Как жить с тем, что ты спрятал убийцу четырех человек? Со стороны губернатора семьям погибших ребят уже оказана финансовая помощь. Теперь важно провести такую работу, чтобы подобные ситуации не повторялись впредь. И чтобы водители навсегда запомнили. Унести чужую жизнь очень просто. Но с этим придется потом жить. Игорь Косогорцев, Сергей Фролов, Александр Малинин. Область новостей. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно жертвами дорожно-транспортных происшествий во всем мире становится более 1 миллиона человек. Россия занимает первое место по количеству ДТП в мире и второе по числу жертв. За последние 20 лет число погибших в нашей стране держится на одном уровне. В то время как в Европе эта цифра уменьшилась вдвое. В Германии на ремонт дорог, пешеходных дорожек и освещения из казны выделяется 2,5 миллиардов евро. За нарушителями ПДД охотятся патрули скрытного наблюдения. Сотрудники выходят на дежурство в неприметных автомобилях с видеокамерой и измерителем скорости. И тормозят всех, кто может представлять опасность. В Венгрии дорожные полицейские несут дежурство вместе с отрядами школьников-добровольцев. В последнем полицейские разрешили кидать переспелыми лимонами в нарушители правил дорожного движения. А если водитель не нарушает правил, ему вручают ароматное яблоко. В Италии отрабатывается эксперимент, когда добровольцы, это домохозяйки, пенсионеры и студенты, разъезжают на полицейских автомобилях, пугая других водителей и заставляя их тем самым соблюдать правила дорожного движения. В Швеции ввели штрафные очки за любое нарушение ПДД. Набираешь 10 баллов и сумма страховки увеличивается вдвое, 15, втрое и так далее. Поэтому некоторые из нарушителей вынуждены целый год не пользоваться автомобилем, чтобы не платить увеличенную цену за страховку. Ну а мы вышли на улицу и узнали у тамбовских водителей, что, по их мнению, стоит изменить у нас в стране, чтобы снизить количество ДТП. Штраф увеличить, дороги отремонтировать. Бесполезно все это. Сами знаете, личная ответственность должна быть у каждого, а остальное все ерунда, по-моему. Пить меньше. Вот и все. Ну не знаю больше чего. По правилам ездить. Но больше всего меньше пить. Ну и все. И на дорогу смотреть. Дороги. По властям, я считаю, ужесточить правила дорожного движения для тех водителей, которые не первый раз нарушают. Дорожная разметка. Только все от нее зависит и освещение.